Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч 22 тура Ла Лиги Эльчи Вильяреал. Встречаются 19 и 5 команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 10 очных матчах команды поровну играли на обе забьют да нет и 7 раз на тотал меньше. Из последних 5 очных матчей 4 закончились в ничью. Эльчи не обыгрывал Вильяреал в последних 8 матчах. В последних 4 выездах к Эльчи Вильяреал забивал. Статистика команд. Эльчи в последних 10 матчах имеет 2 победы, 2 ничьих, 6 поражений. Вильяреал в последних 10 матчах имеет 5 побед, 4 ничьих, 1 поражение. Эльчи пропускал в последних 5 матчах. Вильяреал не проигрывает 8 матчей, последние 3 матча отыграл на тотал меньше. Как видим в последнее время обе команды чуть чаще играют низовые матчи. В предыдущем туре Эльчи минимально проиграл Валенции. Хозяева полностью владели инициативой и Эльчи сильно повезло, что все закончилось только на 1-0. Валенция не реализовала еще 2-3 убойных момента, плюс не забила пенальти. Вильяреал сыграл 1-1 со Седадом. Команды обменялись голами в самом дебюте матча и самом его конце. Хозяева первыми забили, но гости играли первым номером, больше атаковали и счет сравняли за пару минут до конца финального свистка. Вполне заслуженно. Матч первого круга закончился в ничью 0-0. Соперники очень любят в очных поединках играть в ничью. Вильяреал в этом сезоне отыграл в ничью более 50% своих матчей. Эльчи проиграл 2 своих последних домашних матча. Сейчас команда находится в далеко не лучшей своей форме. Однако и Вильяреалу особо хвастаться нечем. Тут запросто может случиться очередная ничья. Эльчи проиграл 2 последних матча. Никогда в этом сезоне Эльчи не проигрывал 3 матча подряд. По такой игре много голов забито быть вроде бы не должно. Эльчи будет как всегда упираться, а у Вильяреала в последнее время не очень клеится в атаке. Здесь если гости выиграть, то скорее всего в 1 мяч. Из связки ставок тотал меньше обе забьют нет победа гостей. Самый высокий коэффициент стоит на тотал меньше 1.72. На обе забьют нет 1.67. На победу гостей 1.63. Ставить на чистую победу подводников за 1.63 точно не имеет смысла. Риски явно неадекватны низкому коэффициенту. Брать обе забьют нет за 1.67 тоже не особо хочется. В этом сезоне счет 1.1 является хитом в Ла Лиге. Остается тотал меньше 2.5, который имеет самый высокий коэффициент 1.72. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. Если бы дядь Юра делал ставки, он бы наверное поставил на тотал меньше за 1.72. На что ставить вам и ставить ли вообще решайте самостоятельно. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.